Всем привет! С вами Светлана Бугела и сегодня я записываю свое видео в преддверии 23 февраля. И поэтому это видео будет посвящено естественно мужской коллекции, мужскому уходу за кожей МКМН и видео обзору мужских ароматов. Я уверена, что у большинства семей или пар существует эта традиция праздновать 23 февраля, несмотря на то, что этот праздник официально отменен. Я даже думаю, что это означает отпраздновать сам факт мужественности, любви к своему мужчине, сделать ему в этот день приятно. И для этого не нужно официально признанного праздника. Традиционно мы все продолжаем поздравлять наших мужчин, не знаю как и вы, я продолжаю. Очень многие мои клиенты и консультанты также это делают. Знаете, вот как день 8 марта, международный женский день, который, кстати, скоро также отменят. Но я думаю, что еще очень много лет мы, женщины, будем ждать в этот день каких-то сюрпризов от мужчин, каких-то подарков, приятностей. Потому что мне не нужно, чтобы это был непосредственно красный день календаря. Если на протяжении своих осознанных, например, 20 лет, потому что мне 30, естественно, что маленьких девочек, папы тоже поздравляют с этим праздником. Поэтому на протяжении такого длительного периода времени, а у многих женщин этот период еще более длительный, мы продолжали его праздновать. И если вдруг кому-то взбрело в голову отменить этот праздник, то это не значит, что наши мужчины перестанут нас поздравлять. Я уверена, что у каждой из вас появятся какие-то новые прелести на туалетных столиках, новый пакет цветов, которые вы, конечно же, с нетерпением ждете. Ну и так далее. То же самое и наши мужчины. Они абсолютно ничем не отличаются в отношении, ну как бы, знаете, вот любви к каким-то сюрпризам. Я уверена, что отпраздновать мужественность, отпраздновать, да, стойкость, вот такую какую-то, не знаю, мужскую силу, это обязательно стоит. Потому что ваш мужчина вас отблагодарит обязательно с лихвой. Поэтому я хочу приступить к обзору мужской коллекции. Естественно, сегодня 20 февраля, и в основном практически всю мужскую коллекцию вы, девушки, уже раскупили. Но у вас еще есть как минимум 3 дня для того, чтобы до заказать какие-то необходимые подарки, и они еще успеют прийти. Ну, поэтому у меня в руках такой, знаете, вот основной жезл. Это такая, да, наша любимая штучка. Пена для бритья. Почему я сказала наши любимые? Потому что, наверное, многие женщины таскают у своего мужчины это потрясающее средство по уходу за кожей лица в их случае, да, ну, не буду, как бы, внедряться в подробности. Мужская коллекция МКМН, она разработана с учетом потребностей мужской кожи, с учетом тех стрессов, которые не переносит. Да вообще мужская и женская кожи не отличаются очень сильно, да, когда еще маленький мальчик, молодой парень, еще до полового созревания, может быть, его кожа и не очень отличается, да, от, там, например, женской кожи. Но после того, как начинается гормональное развитие, когда мужчина начинает уже бриться, подросток становится, да, там уже парнем, мужчиной, кожа становится совершенно другой. Она более толстая, она более пористая, она более, ну, как бы, знаете, вот требующая особого внимания, особого ухода. То есть все средства серии МКМН, они прежде всего, ну, как бы, несут в себе глубоко очищающие свойства, да, я имею в виду сейчас очищающий гель для лица, который очень глубоко очищает кожу, который прямо ее полирует, который подготавливает кожу к процессу бритья, размягчает волосинки, очищает поры. И, знаете, вот все, что происходит с мужской кожей после умывания гелем для умывания МКМН, оно очень видно и самим мужчинам в процессе умывания, и женщинам, когда они смотрят на не мылом умытого мужчину, а на мужчину умытого в специальном средстве. Что касается, допустим, крема под глазки, ну, уже ни для кого не секрет, что, ну, как бы, и мужчины также не хотят стареть, и что у мужчины вокруг глаз, у мужчин появляются, ну, мне кажется, даже быстрее, чем у женщин, потому что действительно мужчины, ну, выполняют более тяжелую физическую работу. Они зачастую работают на, ну, каких-то более, да, каких-то стрессовых температурных режимах. У мужчины точно так же, как и мы, моргаем, ну, зачастую у мужчин больше каких-то даже еще вредных привычек, хотя большинство мужчин уже на сегодняшний день ведет здоровый образ жизни и занимаются спортом. Ну, не в этом суть. Крем под глаза для кожи вокруг глаз, это, ну, давным-давно перестало быть, ну, какой-то женской штучкой. Единственное, что, естественно, в эру развития, ну, какого-то бизнеса впечатлений, или мы живем с вами в эпоху впечатлений, мужчины все чаще хотят обладать собственными мужскими средствами по уходу за собой. Поэтому, конечно же, пользоваться вашим кремом под глаза ему, ну, как-то может быть не очень удобно. Хотя я от многих своих клиентов и консультантов слышала, что мужчины очень часто таскают ваши драгоценные средства по уходу за кожей, и они у вас начинают заканчиваться все быстрее и быстрее. Поэтому девушке лучше подарить ему свой собственный крем под глаза, и он действительно, когда начнет ним пользоваться, вот, он не начнет пользоваться обязательно, если вы ему подарите его. Потому что мужчины существа очень практичные, и я уверена, что у них нет такого разнообразия всех средств по уходу за собой, которыми вы можете там сегодня я ним пользуюсь, завтра не пользуюсь. Они оценят и действительно будут пользоваться. Так вот, мы уже с вами рассмотрели очищающий гель для очищения кожи лица, крем под глаза. Ну, прежде всего, естественно, как и любое средство по уходу за кожей вокруг глаз, он стимулирует выработку коллагена и эластина, препятствует образованию темных кругов, дополнительно увлажняет, препятствует процессам старения, ну и так далее. Все, как обычно, но только с учетом строения мужской кожи лица. Естественно, это кожа, строение этой кожи, оно совершенно другое. Имейте в виду, и я уверена, что если вы грамотно объясните своему мужчину, он очень оценит этот креативный подарок. Естественно, два самых используемых мужчинами средства – это пена для бритья и охлаждающая ель после бритья. Конечно же, эти средства являются основными средствами ухода за собой, потому что в основном мужчины, ну, честно говоря, конечно, мы сейчас живем в эру бородистов, и мой муж является также представителем этих мужчин, поэтому они все чаще, конечно, перестают пользоваться этими средствами. Ну, большинство мужчин все-таки носят гладко выбритую щетину, поэтому, ну, вот именно если ваш мужчина все-таки не бородист, а ухаживает за собой этими средствами, и, ну, у него никогда не было средств, например, по уходу за кожей от МК Мэн, поверьте, если он один раз их попробует, он не сможет пользоваться другими средствами. Я приводила пример когда-то, видео, что, вот, например, когда мой муж, приехав, допустим, к родителям и не взяв, естественно, свои средства по уходу за бритьем, для бритья, в то время он еще не был представителем бородистов, он не носил бороду, и действительно он брился, и кожа у него очень проблемная, она у него очень чувствительная, и вот когда он понял разницу, он очень долго, долгий период времени, естественно, пользовался этими средствами, просто потому что, естественно, я ему его, их постоянно дарила, и когда он попользовался тем, чем пользуется его папа, например, он приехал с раздражением и с четким пониманием, что разница есть. Конечно же, разница есть, потому что после того, когда вы попробуете эту пену для бритья, девочки, ну, ребам ее тоже очень рекомендую, потому что она предотвращает процессы раздражений после бритья кожи, гладкая, очень-очень, ну, знаете, вот ухоженная, и все средства, которые содержат в нашей коллекции МКМН, они очень, ну, знаете, вот очень органические, они действительно направлены на проявление заботы в отношении ваших мужчин, и я хотела бы сказать, что помимо отсутствия раздражения, помимо того, что не вырастают волоски, помимо того, что эта пена настолько, ну, долгоиграющая, вы увидите, насколько она экономичная, ваш мужчина будет экономить еще массу времени на процесс бритья, и охлаждающий гель после бритья, он действительно настолько защищает кожу от, во-первых, раздражения окружающей среды, потому что после бритья кожа действительно, она, особенно на лице, она, ну, такая воспаленная, раздраженная, естественно, после пены такого нет, ну, как бы механическое травмирование, да, оно все равно происходит. И вот я взяла не зря гид по применению продукции, обязательно иногда прилистывайте эту книжечку, мне очень много всего интересного, и я хотела бы напомнить вам, какие ингредиенты входят в всю коллекцию, в мужскую коллекцию по уходу за кожей, это экстракты огурца, зеленого чая, алоэ, они увлажняют, смягчают кожу, снимают воспаление, восстанавливают естественную упругость. Почему я читаю? Потому что мне не хочется ничего выдумывать, действительно, ну, те ингредиенты, которые входят в состав этой коллекции, могут позавидовать любой компании, насколько они хороши. Экстракты цинтеллы азиатской, таволги, хиноцеи пурпурной и лопуха, они тонизируют кожу, делая ее более упругой. Экстракты алоэ барбадосского и исландского мха, они ухаживают за кожей, увлажняют, смягчают, обеспечивают гладкость. Глицерин ухаживает за кожей, увлажняют, смягчают, обеспечивают гладкость. Экстракт листьев камели, мощный антиоксидант, обладающий противовоспалительными действиями. Ну, в общем, все, что входит в состав мужской коллекции, это растительные экстракты, которые действительно, ну, вложены в эти бутылочки на высокотехнологическом уровне. Поэтому обязательно обратите внимание, что средства из серии МКМН, это прекрасный вариант подарка к 23 февраля. Ну и, конечно же, ароматы, я их поместила, да, в такой лавбокс, скажем так, да, это коробочка моей ручной работы, вы ее видели уже на многих моих фотографиях. Мне очень нравится, что в нашей компании есть очень много ароматов, и все они очень достойные. Достойные в плане разнообразия, достойные в плане стойкости, достойные в плане образов, которые символизируют каждый из них. Мне очень нравится, ну, естественно, узнавая, какой мужчина, прежде чем дать попробовать аромат, я всегда спрашиваю, сколько мы вашему мужчине лет, чем он занимается, да, какой образ жизни он ведет, ну, какую одежду он носит, потому что все это имеет огромное значение. Так как каждый из ароматов, ну, мне вообще кажется, что, естественно, любой нормальный мужчина ведет разный образ жизни. На работе он один, дома он другой, в путешествии он третий, в спортзале он четвертый, то есть, как и мы, женщины, мужчины выполняют очень много ролей, поэтому я не знаю, достаточно ли вашему мужчину одного флакончика аромата. Я думаю, что на разные праздники можно дарить ему разные ароматы, и все они очень крутые, и мне кажется, все они ему понравятся. Ну, не знаю, моему мужу нравятся все наши ароматы, и он с радостями ними пользуется, но только единственная претензия, что они бесконечные, по его мнению, они очень экономные, тут очень большие дозировки, миллилитры, поэтому действительно ароматы очень-очень классные. Ну, вкратце я вам расскажу о каждом из них. Я не знаю, стоит ли прям останавливаться на изучении нот прям всех ароматов, но быстренько пробегусь, конечно, с разными нотами, потому что это, наверное, тоже создает впечатление, но все, что вам нужно знать, вы всегда можете прочитать на сайте Marika.ua, там в разделе ароматы для мужчин, вы можете открыть каждый из них и прочитать про него. Я вам хотела бы рассказать в основном о своем отношении к каждому из этих ароматов, потому что все то, что можно прочитать, вы можете это сделать сами, не буду занимать ваше эфирное время. Ну, прежде всего я хочу начать с аромата CityScape. Я, конечно же, уверена, что вы знаете, что такое ноты ароматов, да, верхние, средние и нижние ноты. Верхние ноты – это то, что мужчина или женщина, или то, что вы слышите в течение первых 15 минут, это те ноты, которые действуют в первую очередь на органное воняние. Средние ноты – это те, которые открываются через несколько часов нанесения, которые являются сердцем аромата. Ну и нижние ноты – это уже шлейфы, остаточные, да, какие-то ноты, с которыми ваш муж, например, приходит с работы. Я всегда больше всего люблю вот эти именно нижние ноты, потому что в нижние ноты нужно как-то внюхаться, да, в момент, когда вы целуете его, когда он пришел с работы, например, да. Это очень, знаете, вот для меня это самые душевные, самые интимные ноты. Поэтому зачастую в наших ароматах – это афродизиаки, поэтому они у меня, наверное, вызывают такие какие-то нежные чувства. Ну, относительно всей линейки ароматов. Первый аромат, которым я хотела бы сказать – это аромат Ситискейп. Это самый дорогой аромат в нашей коллекции. Ну, при этом, знаете, вот я могу сказать, что аромат Ситискейп – это аромат выдержанного виски. Ну, и действительно, в основу средних нот, да, входит выдержанный виски. И, ну, уверена, что не будет после вкуса в виде, да, какого-нибудь не очень хорошего аромата, который мужчина выпивает после, получает после большого количества выпитого, выдержанного виски. Но этот аромат действительно, он такой пьянящий, он очень, знаете, вот такой, как урбанистичный. Действительно, видите, его упаковка, флакон, сделан в оригинальной форме такого дома-высотки. Действительно, это аромат для мужчины, который добьется всего, чего он хочет. Это мужчина-достиженец, это мужчина, который смотрит на жизнь, да, такими архитектурными, скажем, взглядами, которого все в жизни по полочкам, который любит классику, классическую одежду, который действительно знает себе цену. Аромат очень классный. Действительно, ну, он стоит того, чтобы у вашего мужчины он был. Ну, и вот как бы о нем действительно можно сказать, что он урбанистичный, целеустремленный и очень такой, знаете, вот правильный, да, потому что в правильный лаконичный силуэт компания вложила в этот аромат действительно вот понимание того, что ваш мужчина добивается всех вершин, которые он себе запланировал. Аромат True Original, ну, прежде всего, это такая, да, эргономичная упаковка, очень оригинальная, да, то есть крышка аромата, это такая вот, да, прям его и коробочка, защитный такой барьер. Аромат действительно какой-то неординарный в том плане, что, ну, само название True Original, да, настоящий, оригинальный, оно символизирует все содержимое флакона. Этот аромат называется фужерным ароматом и вообще в переводе с французского фужерный, прямой перевод это папоротниковый, да, то есть он такой травянистый, свежий, с нотами небольшими ягод, цитруса. Этот аромат очень, ну, с одной стороны, легкий, но, как я считаю, он очень изысканный. Он для меня символизирует весну, потому что он действительно вот с какими-то такими приятными нотками, вот как, например, аромат Джорни, да, наш классический женский аромат, он действительно символизируется с весной. И вот этот аромат тоже True Original, он, ну, создает орел мужчины, которого, у которой не так прост, как ты думаешь о нем с первого взгляда. В нем есть изюминка, в нем есть загадка. То есть этот аромат, он тоже очень такой необычный и имеет место быть. И, ну, действительно, компания, да, описывает этот аромат по-настоящему мужской, изысканный и оригинальный. И тут такие, на самом деле, простые ноты, в основе верхней ноты, это лимон и яблоко Фуджи, средние ноты амбра и кедр, и нижние ноты пачули. Вот, вы видите, вроде как нет бешеного перечисления ингредиентов, нот, которые обычно присутствуют в каждом аромате, но, тем не менее, аромат очень даже интересный. Что касается следующего аромата, которым я хочу сказать, это абсолютно противоположный аромат, аромат домен. Мне кажется, что это классика жанра. Это действительно настоящий, мужественный аромат, аромат, ну, такого, знаете, вот настоящего, мужественного мужчины, который ценит свою семью, который любит песню костра, да, такой бардовский аромат, что ли. Мне кажется, что очень большое количество мужчин, которые, например, сами себе выбирают этот аромат, ну, вообще выбирают себе аромат из всего изобилия, выберет именно домен, потому что, ну, если аромат выбирает женщина, мужчина, то зачастую выберет классический интенсити, то, что он очень сексуальный. Этот же аромат мужчина зачастую выбирает себе сам. И, ну, вот, как я и сказала, в компании этот аромат позиционируется с надежностью, мужеством и бесстрашием. Верхние ноты, экстракт лайма, шалфей, мандарин, винная ягода, грейпфрут, лаванда. Очень неординарное сочетание. Средние ноты, ягода можжевельника, цветки кактуса, садовый базилик, полынь, страгон, мята. И нижние ноты, кора вишневого дерева, белый кедр, стебли табака, да, то есть он такой табачный, действительно, пачули, кора пальмового дерева, черные бобы, ванили и мускус. То есть этот аромат на самом деле еще очень и очень сексуальный. Итак, надежный, мужественный и бесстрашный, да, это у нас домель. Следующий аромат – это велосити. Аромат очень энергичных мужчин, очень динамичных мужчин. Аромат мужчин, которые, ну, они такие романтики, очень хорошие, ну, как бы, да, исполнители ваших мечт и желаний. Аромат велосити – такой спортивный, да, аналог, это как восклицательный знак, так вот, если его вот так поставить, аналог женского велосити, это такая сладкая парочка ароматов, которые действительно, ну, если вот и женщина любит велосити, и ее партнер выбирает мужской велосити, это, наверное, идеальная пара. И свежесть, и энергия молодости. Поэтому, ну, в основном аромат велосити выбирают молодые парни, ну, или парни, которые молоды душой. Верхние ноты – степель томата, освежающая лимонная мята, западно-индийский мандарин. Средние ноты – степель сасафраса, самшит и чилантра. Впервые, конечно, слышу, да, таких ингредиентах, потому что они какие-то неординарные. С одной стороны, все вроде как там степель томата, да, так все понятно, а тут средние ноты совершенно необычные. Нижние ноты – королипа, тиковое дерево и теплые ноты кедра. Да, то есть этот аромат, как я вам сказала, свежесть и энергия молодости. Очень классный, тоже вам его рекомендую. Весенний – все, что нужно мужчине для солнышка. Ну и, знаете, вот тройка из семейства ароматов «Интенсити» – это действительно тоже еще те ароматы. Они все очень похожи дизайном флакона, отличаются оттенками, дефактурой самой упаковки. Количество миллилитров совершенно одинаковое. Что-то общее у них у всех есть. Но, знаете, вот это как три версии разных мужчин. Потому что, действительно, я, если выбирать из всех ароматов, которые есть в нашей компании, лично я больше всех люблю аромат «Интенсити» классический. Для меня этот аромат, действительно, он какой-то такой изысканный, сексуальный. Он действительно вот эти последние его нижние ноты, которые я слышу от мужа, когда он приходит с работы. Я просто, знаете, вот как кот от валерьянки. Я схожу с ума. Мне он очень нравится. И, ну, действительно, это восточно-амбровый аромат. И его, знаете, вот такой лозунг всегда неотразим. Пленительный, изысканный и особенный. Верхние ноты – черный фенхель, серебряный шалфей и молотый кофе. Я кофеманка, поэтому, наверное, один из самых моих любимых ароматов. Средние ноты – семена бодрящего диануса, черного индийского чая и лепестков пиалки. И нижние ноты – амбра, винтажная замша и королевская дальбергия. То есть, как бы состав аромата, он действительно очень роскошный. Поэтому это лично мой выбор. И выбор, кстати, очень большого количества женщин. Что касательно аромата Intensity Sport. Он такой, знаете, вот реально для мужчин-достиженцев. Спортивный, неординарный, очень яркий. Я бы назвала его самым цитрусовым ароматом. Из всех, которые у нас присутствуют, аромат очень классный. И мужчины также зачастую из всей коллекции этих ароматов выбирают, зачастую Intensity Sport, если они выбирают самостоятельно. Фужерный аромат. Я вам уже рассказала, что такое фужерный. Верхние ноты – сладкий аромат можжевельника и холодящего бергамота, разбавленный свежим горным дыханием. Средние ноты – свежие ноты бодрящего кардамона, перетертой мяты и фиолетового сладкого перца. Нижние ноты – чистые ноты коры дикой березы и янтеря. То есть аромат такой, как его и презентовали. Парень был одет в такой сноубордический костюм с таким классным сноубордом в очках. То есть там мужчина, который действительно спортивен. Он спортивен, может быть, не в отношении даже спорта в прямом смысле слова, а спортивен в плане жизни. То есть он любит ставить цели и их достигать. И у него и присутствует спортивный интерес ко всему. Поэтому подумайте, о вашем ли это мужчине. Мне кажется, что все ароматы они о вашем мужчине. Потому что в каждом мужчине присутствует очень много разных настроений, как и в женщине. Ну и интенсити океан – это самый последний аромат, который у нас появился. Ну, знаете, вот этот аромат действительно – это выражение самой стихии воды. Он бодрящий, он очень свежий, он очень энергичный. Действительно, для мужчин, которые любят, например, водные виды спорт, для мужчин, которые, ну, мне кажется, любят свободу, любят быть на гребне волны, что ли. Действительно, этот аромат тоже очень изысканный. И его обязательно стоит подарить вашему мужу, потому что он, ну, принесет ему огромное удовольствие. Я бы хотела зачитать вам то, что считает компания об этом аромате, потому что у меня, к сожалению, гид по продукции еще не содержит описания об этом новейшем аромате семейства Интенсити. И это, он идеально подойдет мужчину, влюбленного в водную стихию, энергичному, сильному, непредсказуемому, как само море, как я вам и сказала. Верхние ноты. Легкий морской аккорд, итальянский бергамот, зеленый мандарин, ягоды можжевельника, имбирь. Средние ноты. Мускатный орех, герань, сочные фрукты. Нижние ноты. Почули, дубовый мох, белая амбра. Ну, вы знаете, на самом деле, мне кажется, что такое изобилие нот, которые присутствуют в этих ароматах, и они абсолютно не повторяются. Вы видите, совершенно разные составы. Ну, может быть, где-то можжевельник, да, повторился. Может быть, где-то бергамот, может быть, где-то там какие-то нотки цитруса, ягод. Но это все в совершенно разных сочетаниях, естественно, дает совершенно разный аромат. Я уверена, что, ну, любой выбор, который вы сделаете, будет правильным, и ваш мужчина будет вам очень благодарен за выбор таких потрясающих, качественных и достойных ароматов в отношении его. Ну, и, конечно, последнее, о чем я хотела бы вам сказать, это шампуни для тела и волос. Это, знаете, вот такое яркое дополнение к аромату, который любит мужчина. Да и, в принципе, по отдельности не нужно привязываться непосредственно к тому аромату, который мужчина пользуется, потому что все шампуни для тела и волос два в одном, они потрясающие, не раскрываются от температуры воды. Все мужчины любят принимать очень горячий душ. Тот аромат, который раздается в ванной или, например, в душе, в спортзале, где мужчина принимает душ, его очень удобно кинуть в сумочку, взять с собой. Это нечто божественное, я не побоюсь этого слова. Во-первых, очень хорошо пенится, мужчины это любят, очень хорошо убирает сальные выделения, сальный жир, вычищает поры, потому что мужчины очень потеют, и для них это важно. для волос и тела, почему? Потому что я тоже шутила, что у мужчины волосы есть не только на голове, да, и на всем теле. Очень часто мой муж, например, говорит, что он намного дольше моется в душе, потому что, ну, как бы, на нем намного больше волос. Вот, поэтому шампунь для тела и волос это удобно, это качественно, это очень круто, это средство высокого уровня, и действительно мужчины оценят, потому что это проявление высшего, до уровня заботы. И завершает всю коллекцию МК Мэн и парфюмов. Это дезодорант МК Мэн, который является уходовым средством, он имеет приятный, такой свежий аромат, как вся коллекция МК Мэн, и он, самое главное, препятствует выделению пота в течение дня. Он бодрящий, освежающий и очень классный. Вся коллекция крутая. И обязательно радуйте своих мужчин хорошими средствами ухода за собой, тогда он 100% будет понимать, почему вы пользуетесь именно косметикой Мэрикэй, потому что после того, как он попробует эти средства, он не сможет пользоваться ничем другим. Радуйте своего мужчину, поздравляйте его, ищите поводы для праздника. С вами была Светлана Бугела. Спасибо вам огромное за внимание. Надеюсь, я вам была полезна. Пока!